МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Публицистика, радиовещание и телевидение. Сегодня в программе продюсер, который создал в России не существовавшую прежде субкультуру, стендап-комедию. Основанный им Comedy Club Production открыл десятки имен талантливых молодых артистов, работающих в жанре нового юмора. А сам Артур собрал всевозможные награды как лучший продюсер. Сегодня он возглавляет развлекательное направление холдинга «Газпром-медиа». Отдельная сфера интересов нашего героя – поддержка армянской культуры. От создания армянской части Википедии до продюсирования документального кино. В «Белой студии» продюсер Артур Атаревич Джанибикян. Артур, добро пожаловать в «Белую студию». И всем зрителям добро пожаловать в новый сезон «Белой студии». Я очень рада, что вы начинаете наш новый сезон, потому что хотелось бы общаться с теми, кто создает некую сферу культуры, в том числе медиа. Мы начинаем с детства. Вы упомянули книгу Жюль Верна «Дети капитана Гранта» как любимую. Это классика приключенческой литературы. Сразу выдает мальчишку романтика, склонного к приключениям, к авантюризму какому-то. Вам сколько было лет? Мне было лет 11-12, когда я вымучил себя эту книгу за полтора-два месяца, пока прочитал эту, на мой взгляд, толстую книгу. Но справедливости ради, надо заметить, что до этого, будучи ереванским армянским мальчишкой, я с большим удовольствием, конечно же, сначала читал на моем родном языке сказки Ованеса Туманяна. Ованес Туманян, как бы правильно обозначать, он сделал некий фундамент армянина не только во мне, но и во всех тех армянских детях, которые выросли на его сказках. И, конечно, после этого читать там уже приключенческую литературу и прочее, дает тебе возможность сопоставлять себя с неким внешним миром. И эти все сравнения в результате приводят к правильной аналитической истории, в результате чего ты уже более глубоко и точно осознаешь то, что читаешь потом, соответственно. Мне кажется, что так. Ованес Туманян парадоксален в своих сказках. То есть это вот как раз то, что может быть даже, можно задать вопрос о чувстве юмора, потому что парадокс лежит в основе чувства юмора. Безусловно. Это такая свобода мысли. И там так часто переворачиваются совершенно неожиданным образом изначально. Какая-то новильность существует, какие-то элементы. Он в определенном смысле опередил то время, когда его сказки, это то, что вот сегодня, когда ты их читаешь, удивительно, что это было сделано тогда. Безусловно, в начале 20 века. Более того, справедливости ради надо заметить, что несмотря на небольшое количество населения, среди армян есть деление. Ованес Туманян, он лорийский армянин. Это северная часть восточной Армении, где он родился и вырос. И это, безусловно, отразилось в творчестве Ованеса Туманяна. И это стало какой-то, на мой взгляд, причиной всего того, о чем вы упомянули. А они какие? Это 20-30 километров друг от друга. Я понимаю. Но это такая большая разница. Вы не представляете, на самом деле. То есть по нашим армянским меркам, это совершенно разные миры. Но, по большому счету, русскому человеку очень сложно до этого дойти, потому что как возможно эти 40-50 километров рассматривать как совершенно разный мир? Но это чистый факт. Это так, на самом деле. Мне бы хотелось об этих мультфильмах Роберто Саакянсик поговорить, потому что мы как раз именно советские, русскоязычные, так скажем, советские дети. Мы сказки Ованеса Туманяна в основном видели как раз в интерпретации совершенно гениальных мультфильмов. Например, кто расскажет небылицу. Опять же, невозможно поверить в то, что этот мультфильм был снят в каком-то 80-х... Ну, в начале 80-х. В начале 80-х годов. Но это картины. Да. Это прямо в каждый мульт, это шедевр, каждый мульт, это полет мыслей Роба Саакянса, с которым мне повезло в жизни. Я с ним был знаком. Я с ним не могу сказать, что близко дружил, но я его хорошо знал. Я очень хорошо знал, и мы начинали Кавеновские периоды с его сыном Давидом, который сейчас является тоже очень успешным мультипликатором, продюсером в Армении. Да, безусловно, и армянские дети в том числе все выросли, конечно, на картинах Роба Саакянса. И Роб Саакянс тоже является одним из людей, который вкладывает некие основы фундамента для дальнейших мыслей. Потому что этот нестандартный подход на совершенно обычные вещи, как он в течение нескольких секунд через какие-то там переходы из одного лица в другое. Это абсолютный сюр, это абсолютный шаг в сторону. Он всегда, конечно, был инакомыслящим в абсолютно хорошем смысле этого слова. Он даже в период независимой Армении тоже являлся и был таким лидером мнений. И, безусловно, в его мультах изначально было видно. Его искусство, мне кажется, что было в том числе и не только для детей, а еще и для более взрослых людей. Потому что там были месседжи, там были посылы, и надо было просто все это смотреть, все это понимать и... Вы абсолютно правы. В какой-то степени я как раз собиралась сказать, что он предвосхитил то, что потом сделали в Пиксаре. Потому что что придумал Пиксар, да, и Джон Ластер? Они придумали делать мультфильмы, в которых не только дети, но и взрослые могли бы считывать свой уровень шуток. То есть в мультфильных Пиксарах много шуток, которые детям непонятны, но зато которые понимают взрослые. И их захватывают. Еще и в наших с вами пониманиях телевизионных есть такое понятие, как повторяемость. Повторяемость отдельно взятого телевизионного продукта в том числе и обеспечивается благодаря таким скрытным элементам, которые ты в разных возрастных моментах по-разному ощущаешь. У соокеанца и у туманяна возвращаясь, ты можешь перечитывать это миллион раз, туманяна, и каждый раз находить что-то новое в этом во всем. Допустим, там, если вы помните, объявляют по телевидению о том, что, значит, вот приходите рассказывать. И то, как этот диктор общается, соответственно, и то, как это абсолютно... Это вот его стек над системой, которая существует на тот момент, безусловно. И это было абсолютно понятно взрослым зрителям. Дети не могли это понять. И те же дети, через 10-15 лет пересматривая все это, естественно, все это понимают. Собственно, в определенной степени это ко всем великим сказочникам относится. Тот же Андерсон, тоже читается в любом возрасте. Тот же Жюль Верна. Я не знаю, вы перечитывали Жюль Верна когда-нибудь с тех пор, как прочитали... Вы знаете, может быть, да, но уже тоже давно. То есть это было где-то в 25-30. И сейчас, через призму своего сына Нарека, которому 11 лет, я, конечно, часто слежу за тем, что он читает, а он, в отличие от меня, гораздо больше любит читать. И быстрее читает. Может быть, русской литературы или русскоязычной литературы как предложение гораздо больше для него. А вы, простите, по-армянски говорите с детьми? Я с детьми говорю исключительно по-армянски. Я вообще, на самом деле, на русском-то говорю с большой осторожностью, потому что у меня фундаментальное образование армянское. Я уверенно могу сказать, что я хорошо знаю армянский язык. И чем очень горжусь, на самом деле. Вы начали говорить про сына, что сейчас вы видите, как он читает... И через его призму, когда смотрю, какие-то кусочки, которые мне попадают, или какие-то смыслы, которые он берет из этих сказок, мы же с ним обсуждаем, что ты понял в результате. Ну и что ты прочитал, и что? Там и прочее. Я понимаю, что, безусловно, вот то, к чему мы пришли, все эти коды, они везде. Очень большое количество различных кодов существует в различных произведениях. Насколько это специально вложенные авторами этих произведений, или это от Бога как-то так получилось, или это через призму многих лет, какой-то шлейф такого старого бархата на всем этом, и в результате этого у нас какие-то новые смыслы появляются? Наверное, просто когда талантливое произведение, то оно всегда чуть-чуть больше, чем сам автор, и чем то, что он туда вкладывал. Потому что просто талантливое произведение, оно соотносится с жизнью. Оно как бы жизнь захватывает. Сто процентов я с вами согласен. И условно говоря, то, что мы в жизни, один придет, посмотрит, считает одно, другой придет, посмотрит, считает совсем другое. Абсолютно. Вы передаете ту мысль, которая у меня в голове. Будь это художественные произведения, будь это просто мультики, кино, пьесы, или какие-то телевизионные проекты. Та же телевизионная история, да. Хорошие, большие проекты, давайте назовем таким коммерческим, нехорошим словом для зрителей канала «Культура», да, иногда перестают существовать в рамках проекта и становятся сферой некой, некой живой сущностью. И как только они становятся этой живой сущностью, уже они живут какой-то своей самостоятельной жизнью. И что случится еще через 100 лет, еще через 200, еще через 500, мы не знаем с этими произведениями, с анализом этих произведений. Потому что, безусловно, произведение является частью большого чего-то общего, второй частью которого является потребитель этого произведения. И всегда читатель или зритель становится соавтором. Кто расскажет мне небылицу, и я скажу неправда, не верю, тот получит в награду полцарства. Кто хочет получить полцарства? Кто хочет получить полцарства? Из дворца сообщают, за прошедшие три дня царю было рассказано 300 небылиц. Все 300 рассказчиков совершенно добровольно передали в казну все свое имущество. Кто еще хочет получить полцарства? Кто еще хочет получить полцарства? Полцарства? Это ж можно целый дом построить. А я корову куплю. Здесь царай поставлю. А там фонтан. Пошли во дворец. Идите, идите. Там с вас последнюю рубашку снимут. Вы начинали в КВН. Мне очень интересен эпизод, когда вы решили не выходить на сцену. Хотя вот мы нашли ваше видео того, как вы там выступали. Нет. Вы замечательно работали в рамках команды. Но вы сказали, что в какой-то момент вы поняли, и спасибо Богу, как вы сами говорите, что вам не стоит выходить на сцену. Абсолютно. Я в смирении с этим вопросом. Абсолютно точно. Ну, слушайте. Это что было за понимание? Во-первых, я такой же закомплексованный человек, как и большинство народонаселения планеты Земля. Это первое. Во-вторых, конечно же, я смотрел и на себя со стороны, и на своих гениальных товарищей. Конечно, в 95-м, 6-м, 7-м году посмотреть на Марти Росяна и понимать, что это один из столпов будущего российского телевидения было сложно. Но понимать, что этот человек однозначно лучше тебя. А когда таких людей в команде человек еще пять лучше тебя, а у тебя внутренний мир какого-то тоже перфекциониста, при этом с математическими возможностями мозгов, естественно, я пошел путем как бы потреблять организаторские возможности. И, по-моему, что-то получилось. Это невероятно, на самом деле, трудно. То, о чем вы говорите, казалось бы, естественно. Но вот, Гарик, артистичнее, зато я лучше соображаю. Слушайте, у меня так мало было таланта на сцене, и я это понимал. Я претендую на то, чтобы быть самым адекватным человеком в мире. Необходимо быть адекватным. Я до сих пор стараюсь таким быть. Я посмотрел на себя со стороны и понял, что это надо продолжать. Зачем? Ну, может быть, это неплохо с точки зрения команды КВН, прочих третьих, десятых вещей. Но что это мне дает? Разве невозможно найти какие-то другие пути? Это я сейчас постфактум анализирую. Я просто реально понимал, что, во-первых, мы команда. Мы жили вместе. Все вот эти 15-20 человек, плюс примыкающие к нам околоплотные ребята, еще 10-15 человек. Надо было как-то организовывать эти процессы. Вот здесь как раз-таки, если смотреть на все это через призму организации бизнеса и историю организации бизнеса, на мой взгляд, это был первый главный в моей жизни шаг. Вот как организовать 15 талантливых человек таким образом, чтобы у них все сложилось правильно и хорошо в контексте игры КВН? Задача номер один. Задача выполнена. Идем дальше, соответственно. Как выстраивать внутреннюю коммуникацию дальше внутри этой команды КВН? Потому что все тебе равны и тебе понятны. Кто-то больше, кто-то лучше, кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то толще, кто-то тоньше. Есть какие-то люди, с которыми необходимо выстраивать коммуникацию. Это урок номер два. Вот если тебе удастся выжить среди 15 человек, мир – это такие же 15 человек. Но тем не менее, сам вот этот момент, вот смотрите, вы же амбициозный человек, очевидно, да, в хорошем смысле слова. В нашей стране это плохое слово, да. В хорошем смысле слова. И, конечно, выходить на сцену – это, ну, такое удовольствие для человека, наверное, которому вот есть что сказать. Вы знаете, мое любимое слово по поводу сцены, это, я не знаю кто, по-моему, не могу вспомнить, ты говорил, лучше уходить на два года раньше, чем на пять минут позже. То есть здесь основа такая же. Здесь вопрос заключается в следующем. Ну, что делать там, где у тебя не все получается? Я очень мало знаю людей, простите, которые вот в состоянии оценить свой талант как средний. Вот талант, условно говоря, ведущего, артиста и так далее. Слушайте, даже не средний. Я как артист никакой. Это абсолютно чистый факт. И вот обратная сторона этого перфекционизма, о котором вы сказали. Вот вы сейчас произнесли такую фразу. Я хочу быть самым адекватным человеком в мире. Безусловно. То есть даже адекватным вы хотите быть самым в мире. Ну. То есть в любом качестве вы хотите быть самым в мире. Это моя армянская черта, простите. То есть это всем армянам свойство. Ну, я не знаю, вот всех, кого я знаю, да. Все хотят создавать отрасли, где они самые большие, самые лучшие. Вот в чем-то. То есть это важно, быть самым большим и самым лучшим. Тем не менее, ну вот быть совсем самым лучшим, это очень сложно и практически невозможно, потому что это только в спорте, и то на секунду, когда ты прибежал первым, и тебе дали медаль. Нету измерений соответствующих. Вот так как адекватность измерять невозможно, поэтому я так настойчиво хочу быть самым адекватным. Но вы же не только адекватным хотите. Вы знаете, есть такая интересная тоже ереванская история по поводу одного колорнетиста. Моего дядю спрашивают, вот по твоему мнению, этот колорнетист там такой-то, Арут, по-моему, звали. Клорнетист, Арут, он же крутой колорнетист, говорит, очень крутой. Он, колорнетист, вот номер какой по ереванским меркам? Он говорит, номер два. Ох, а кто номер один? Говорит, их так много, этих номер один. То есть в этом смысле, да, адекватным номер два тоже устраивает. Абсолютно согласимся и готовы жить в этой логике тоже. Но согласимся или нет? Согласимся, согласимся, безусловно. Очень хочется понять, очень многие люди в белой студии, да, очень талантливые, добившиеся максимальных успехов в своих сферах, да, уважаемые всеми, многих из них, так скажем, если не большинство, объединяет как раз вот это ощущение, что их где-то недооценили, что они чем-то, понимаете, при том, что людям, да, ну, они как раз те самые номера один, о которых... Вы называете именно своими словами. Большинство из ваших гостей, я их видел, это неадекватные люди. Это тоже неплохо, но они неадекватные. Я просто вчера там конкретно перед тем, как прийти к вам смотрел, они гениальные, они великие. Это чистый факт. Я как адекватный человек их расценил как гениальных. На самом деле это так. Но теперь, если эти люди неадекватные внутри себя, что делать с этим? Это же не влияет на их величие, это же не влияет на их там все остальное, ну да. Не буду называть ни одну фамилию, но при этом понятно, что... Пожалуйста, не надо. Скажите, а что такое адекватный человек? Приземленный. Приземленный человек, который... Вот, например, я упражнение адекватности все время повторяю для себя исключительно в логике общения с людьми, которые умеют высказывать правдивое мнение. Вот как только люди начинают в связи с какими-то твоими успехами и говорить тебе то, что тебе хотелось бы услышать, это первые шаги к отходу от адекватности. Зачем это нужно? Я не понимаю. Неужели не лучше, чтобы были люди, которые тебе говорят все как есть? Они же тебе помогут таким образом. И наоборот. Вот придут мне, скажут, что я самый высокий человек в мире. Как прекрасно. Но я же про себя понимаю, что это не так. Мне очень интересно, как у вас сочетается способность трезво оценивать свой рост во всех смыслах слова и при этом настолько стремиться все-таки к тому, чтобы быть лучшим, быть первым. Эта же адекватность приводит к другой мысли, что все возможно. Адекватность не означает, что вот я такой и все. Кто сказал? Вы действительно совершили несколько таких революционных вещей и не раз. Кстати, сказать о несколько раз. Вот вы назвали это пост-КВН-овской апатией. У вас было даже такое определение. Но вы армяне, это был огромный успех. И потом был какой-то момент того, что вы сами назвали апатией. Да. Апатия в данном случае, это опять-таки пост-анализ. Мы сейчас... Вот на тот момент мы не понимали, что это апатия. Это сейчас понятно, что тот период был периодом апатии. Мы реально работали изо дня в день. Мы пробовали, мы писали различные пилоты, программы показывали. Но у вас несколько лет фактически ничего не получалось. Как бы? Ну так вот, чтобы прямо это было адекватно. Да, параллельно существовали две вещи. Стремление что-то сделать. И второе самое главное. Как-то прокормиться и прокормить семью, которая на тот момент только-только возникала. Я с любимой своей женой переехал, соответственно, в Москву из Еревана. Необходимо было что-то начинать делать. Потому что надеяться не на кого. Надо что-то делать, безусловно. И это приводит к тому, это плюс стремление делать что-то прекрасное, хорошее, объединяются в какую-то единую историю. И начинают заставлять, чтобы ты не сидел на месте, а что-то делал. Это мы сейчас так говорим про 2000-2005 год. Вот в 2002 году вы хотите сказать, что я был умылым? Да я абсолютно себя нормально ощущал. Вот вы знаете, вы сейчас говорите, а я для себя понимаю, что имел в виду Стив Джобс, говоря, оставайтесь голодными. Он, наверное, имел в виду вообще-то в прямом смысле слова. Старайтесь оставаться голодными, когда вы просто работаете, делаете дело, получаете за него вознаграждение. Потому что люди-то страдают от чего? Когда им хлеб уже не нужен, а они работают... Синдром шелковой постели. Да. И вы понимаете, и Стив Джобс, и вам нравится Ли Якука, к примеру. Ли Якука мне не то, что нравится, а просто было на тот момент модно читать одного из великих менеджеров автопромышленности Америки. Конечно, мне он не нравится, и сейчас я ставлю очень большое количество его каких-то выводов под вопрос. Он говорил о нестандартном мышлении. Вот это произвело на меня впечатление. Что не все законы, не все законы бизнеса необходимо соблюдать так, как они живут и существуют. Вот, по большому счету, другого особого вывода из всего этого нет. Меня больше всего поразил Ли Якука своей феноменальной нескромностью. То есть человек, который на каждой странице говорит, что я лучше всех, кто меня уволил, тот проиграл навсегда. Я, на самом деле, да, ну это безусловно, я помню именно эту интонацию, соответственно, но при этом хочу сказать, что, конечно, я не разделяю эту человеческую историю, это человеческое качество. А вот скажите, как соотносится, опять же, вот вы сейчас еще и крупный руководитель телевизионный. И, в общем, как-то принято среди некоторых телевизионных крупных руководителей гордиться активно, так скажем, громогласно своими успехами. Вот как это сочетается с той скромностью, которую нас учили в детстве? Потому что мы всех победили, а завтра победим еще больше. И это такой дискурс очень распространенный. Вот как это... Мне кажется, что это аутотренинг. Ну а как еще это объяснить на самом деле? Ну, я, конечно, это не приветствую, но очень часто и это заразительно, когда ты видишь против себя сидящих людей, которые именно с этими мыслями, естественно, ты тоже начинаешь на это реагировать таким-то образом. Соответственно, говорить, нет, это мы велики. Ну, это какая-то такая неприличная игра, по большому счету. Но слова Толстого, если я не ошибаюсь, человек — это его сущность, разделенная на его самомнение, соответственно. Соответственно, будучи математиком, определенным образом понимаешь, что чем больше человек о себе высокого мнения, тем он меньше, как человек. Вы очень много делаете для своей родной культуры, для Армении. Стараюсь умалчивать. Да, умалчиваете. Это скромность. В этом смысле вы отличаетесь от Ли Якуки. То есть, как бы, когда говорите об успехах ТНТ, вы где-то с ним иногда на одну волну заходите. Потому что это довольно корпоративная и важная жизненная история. А культура — это мой, армянская культура — это мой внутренний мир. И это как для своих родителей. Ну, что я буду вам рассказывать, что я для папы сделал. Это у вас ощущение долга, которое вы должны вернуть, потому что Армения вам дала, собственно, жизнь, культуру, основы. Это то, чем вы сами увлечены. Это что? Это то, что меня в большей степени в жизни радует. Это радует ежесекундно. Воспоминания об этом радуют. Делать это радует. Я радуюсь каждой секунде моих внутренних отношений с моей Родиной. Это необъяснимая вещь. Это очень необъяснимое явление. Я считаю, что важнее этого ничего нет. Вот у меня в жизни точно. Есть очень большое количество людей, о которых вы не знаете, которые делают гораздо-гораздо больше, чем это делаю я своими какими-то скромными возможностями. Это честно. Но мне кажется, что я могу привнести больше, чем просто время или объемы ресурсов. Это идеи. В том-то и дело. Вот здесь вопрос в идее. Вот, например. Здесь я претендую на то, чтобы сделать что-то очень хорошее. Вот, например, вы сделали памятник. Если вы имеете в виду фильм «У мужчины» памятник, этот памятник делал не я. Я способствовал процессу, чтобы этот памятник случился. Здесь там идея была совместная с Тиграном, с Давидом Киосаянами. Это памятник Еревану, начало 70-х. У того же Ованеса Туманяна, о котором мы говорили в начале нашей программы, есть замечательное произведение, называется «Золотой город». Смысл рассказа заключается в том, что золотым городом является не город, где стены золотые, а золотым городом можно считать город, где живут люди, у которых взаимоотношения абсолютно золотые. Вот Советский Союз, не знаю, на кого как повлиял, но на Ереван повлиял именно таким образом. И великолепный режиссер Эдмонд Киосаян, конечно же, снял фильм, в который я влюбился. Я знаю этот фильм с первого до последнего слова. Это фильм про Ереван начала 70-х. И про людей, живущих в Ереване, и как автор «Голосом Зиновия Герта» рассказывает про этих героев. И в этом во всем есть очень большое количество положительной энергии солнца. Теплоты. Там солнце. Там с первого до последнего кадра впитано все это солнцем. Даже на самом деле то, что в финале им не удается осуществить, то, к чему они все стремились, это не делает финал каким-то печальным. Наоборот. Конечно. Ведь они же шли за добрым делом. Они хотели поженить своего молодого друга. Застенчивого. Да, засенчивого друга. И они бывалые таксисты. Это же, ну как вам сказать, вот там же смысл в этих взаимоотношениях, в этих деталях. А если бы вы еще и понимали армянский, и вот эти междометия, которые иногда случаются, там же лейтмотивом является «Голос за кадром Герта», в том числе и есть армянский вариант. Кстати, мне русский вариант в этом смысле гораздо больше нравится. Но не переведешь то, что говорит Фрунзик Макарчан во время игры в нарды. Есть какие-то моменты, когда он, разговаривая с великим скульптором и художником Подпомоговым, который играет профессора Калашьяна, они в своей игре в нарды высказывают буквально по одной фразе, где экспликация героя абсолютно понятна. Вот не нужны 15-20 минут, чтобы объяснить, кто этот человек. Вот он есть, вот понятен он, все. Вот через одну фразу. И так с каждым. И у меня ощущение, что режиссер Эдмон Георгиевич, сценарист, редактор этого фильма, это были абсолютными гениями. Ощущение, что это прямо какая-то та конструкция, из него вытаскиваешь одно слово, проваливается весь фильм. Там ни одного лишнего слова нету, нету ни одной лишней запятой. Там создается такая эмоция с начала до конца, можно пересматривать бесконечно. Вариант не с проигрышной. Но даже ради друга Сако не соглашался на роль хулигана. Это, в общем, понятно. Сурен, конечно, готов на что угодно, однако это, в общем, тоже понятно. Да. Еще одна работа, которую вы сделали в качестве продюсера, картина-книга Виталия Манского. Это часть большой истории, связанная с Грекором Нарикоци. Грекор Нарикоци – это великий армянский поэт, философ, богослов, который жил и работал в X веке и написал книгу скорбных песнопений, которая стала молитвой от имени всего человечества Богу, безотносительно национальных или прочих принадлежностей. Это великое произведение. Мне удалось прочитать это произведение на староармянском языке. Очень для меня было важно на языке оригинала это все читать. Это молитва. Это целая книга молитв. Книга скорбных песнопений в армянской реальности зовется Нарек. Нарек – это книга, чем лечат молитвами из Нарека. А вашего сына так зовут? Моего сына зовут Нарек именно исключительно по этой причине. Потому что я считаю, что это моего второго младшего сына. Второе имя, по которому его зовут Арам, он Арам Грикор. То есть это тоже именем Нарек Аци. У меня все связано с Нарек Аци. Поэтому я считаю, что Нарек Аци – это тот святой, который меня бережет. И всю мою нацию, и весь мой народ, соответственно. Я к этому отношусь очень глубоко. Виталий Маски в этом увидел больше армянства, чем, на мой взгляд, Нарек Аци вкладывал в свои произведения. Конечно. Это абсолютно разговор с Богом. Причем молитва, да, потому что, по сути, это разговор с Богом. Молитва и есть. Но помимо этого, здесь есть еще какой-то разговор человека с самим собой. Потому что это и есть, собственно, разговор с Богом, когда мы говорим сами с собой. И он приглашает Бога, или просит его, да, стать соавтором и его произведения, как бы в более узком смысле, и его жизни. Вот это приглашение Бога стать соавтором твоей жизни – это идея действительно вненациональная. Абсолютно. И там ничего армянского нету, кроме вот одного момента, где есть упоминания про Араратские горы, соответственно. Да поймут меня правильно армяне. Я как раз-таки хочу обозначить тем самым близость к Вселенной, а не к чему-то национальному. А, нет, смерти не надо бояться. Сейчас мой брат болен, и он боится, что убьет. Моя мама была достаточно смелой, Царствие Небесное. Она не боялась смерти. Мы ей даже говорили, что ты спокойно умрешь, в другой мир попадешь, в рай. Вот таким образом надо уходить из этого мира. Не нужно бояться. Дерево, ну, как листопад. Если на дереве не будет листьев, то оно как сухая ветка. Поэтому мы пришли в этот мир, поженились, нас было двое. Слава Богу, у нас есть невестки, внуки. Очень гордимся невестками, тем, что хорошо воспитывают наших внуков. Как говорил великий французский министр полиции Фуше, основоположник мировой коррупции в позднем Средневековье, есть замечательная фраза. Мало того, что это преступление, это еще и ошибка. Да, это отлично. Не возвращаться к своим корням, мало того, что это преступление, это еще и ошибка. Корни, это же настолько логично, это настолько твое. Вот ты же из этого состоишь. Корням надо возвращаться. С корнями надо разговаривать. С корнями надо быть в абсолютном понимании, надо быть в абсолютно правильных отношениях. Еще и надо получить это питательное, да, в молодости, то есть вот в детстве. Еще одно направление, которым вы занимаетесь, это образовательное. В Армении отцом Месропа и с его сподвижниками создана школа Айб армянская. Хотелось изначально уважаемым людям, к которым я примкнул в какой-то момент, создавать некий контент, который будет обучать армянского ребенка делать его конкурентоспособным в современном мире, при этом не забывать о том, что он армянин, и он мыслит и разговаривает на армянском языке. А то очень часто складывается ощущение, что надо делать выбор. То ли ты идешь к корням, то ли ты идешь к великой науке. А почему невозможно это совмещать? Потому что мы своих детей, отправляя в какой-нибудь Лондон, автоматически они перенимают их какие-то другие ценности, с которыми мы не согласны как семья, мы хотим как-то иначе на все это. Вот нам необходимо что-то свое. И это случилось. Это школа Айб, которая является кладезью контента армянского образования, на мой взгляд. Артур, но вам как руководителю развлекательного подразделения «Газпром-медиа», я не могу не задать вопрос, скоро мы заговорили об образовании, о детях. Вот понятно, что мы все для своих детей хотим, чтобы они изучали национальные традиции, еще к тому же физику, математику и историю. А вот все-таки наличие такой замечательной программы, как «Дом-2», например, не идет ли в разрез с желанием, чтобы у детей были вот такие верные ориентиры. Хотелось бы вам, чтобы Нарайк, условно говоря, не то чтобы там побывал, а даже включил, придя из школы. Я постараюсь вам ответить на этот вопрос. Во-первых, еще одно глубочайшее заблуждение народонаселения, которое думает, что у телевидения основной функцией является образовательной. Образовательной является то телевидение, которое финансируется государством, является государственным телевидением. Это мое глубочайшее убеждение. В остальном телевидение в определенном смысле, сейчас, Паша, пожалуйста, не надо превратно понимать мои слова, является таким же бизнес-юнитом, как что-нибудь другое. Это как преамбула ответа на этот вопрос. «Дом-2» – проект, который случился до того, как я пришел на телеканал ТНТ. У «Дома-2» есть большое-большое количество своих зрителей. Оно константное, оно всегда было большим, оно выросло и живет как параллельный мир. Я не могу влиять на «Дом-2» не только в смысле бизнеса, потому что это слишком интересная история, является основой, бизнес-основой, там, телеканала ТНТ, да, одним из бизнес-основ. Но параллельно с этим является, безусловно, какой-то своей живой историей. Это в какой-то момент продолжится в каком-то интернете, и точно у него будет такое же количество зрителей, если у него не будет там телевизионного выплескивания всего того, что происходит. Но мы активно работаем, чтобы это все выглядело как-то красиво, максимально этично, близко. Во всяком случае, я уверен, что там никаких там законов не нарушается. Я имею в виду там... Нет, Артур, меньше всего, конечно, хотелось бы, чтобы вы сейчас мне объясняли или как-то оправдывались. Я же все прекрасно... На «РЭК» смотрит все. На «РЭК» смотрит «Дом-2». Вы знаете как, если «Дом-2» есть как часть нашей жизни, я бы сам хотел, чтобы мой сын это посмотрел. Вот другой вопрос, когда мы там «Дом-2» показываем? В основном после 11. Вот то, что ему позволено, пусть он и посмотрит. Понятно. То есть пораньше. Ну, как-то так, чтобы знать, что в жизни есть такой пласт. Необходимо с этим пластом быть знакомым. Игнорировать это все, это все некрасиво. Понимаете, здесь даже... Это я сейчас ни в коем случае не в ваш адрес, потому что действительно вы пришли гораздо позже, чем все это началось. И сейчас это даже, может быть, выглядит приличнее, чем это было там до вашего прихода. Безусловно. Вот как раз мы расчесали, попречесали. Это все очень... Да. Все красиво сейчас. Тем не менее, вот вы действительно настолько защищаете семейные ценности, воспитание, образование и так далее. Есть огромное количество детей, у которых нет не такой умницы-красавицы, как ваша жена, которая занимается детьми, не такого папы. Они вот пришли из школы, разогрели котлеты, которые в холодильнике им оставили с утра родители, ушедшие на работу, и включили, и смотрят. И у них нет других вводных. Они не то, что это смотрят, как такое экзотическое представление о мире, в котором мы живем, после того, как мы послушали музыку, посмотрели, почитали, с папой провели интересные беседы, обсудили сказки... Дарья, этих детей нельзя пускать во двор тогда. Потому что у них, те дети, о которых вы рассказали, к моему очень большому сожалению, реальность настолько несоответствующая тем ценностям, о которых мы говорим, что Дом-2 – это серьезный шаг вперед. Особенно тот Дом-2, который идет в дневное время. Мне кажется, что на российском телевидении большое количество маленьких кусочков Дома-2. Просто Дом-2 слишком длинный и большой, поэтому в глаза бросается Дом-2. А так, в принципе, слишком большое количество проектов, которые гораздо более сомнительные, чем Дом-2, которые для меня действительно являются каким-то... Ну, проект, телевизионный проект. Артур, «Непристойное предложение» – картина, которую вы считаете лучшим фильмом о любви. Это тоже, в общем, такой... Свобода, очень многое, о чем мы сегодня говорим, это связано с такой свободой мышления и таким нетривиальным взглядом, парадоксальным. А вот «Непристойное предложение» – это тоже такая картина, в которой нет черного и белого. А любви фильмы, чтобы были с хэппи-эндом, при этом были интересны, их крайне мало, либо их нет, да? Потому что как раз-таки воспевается многолетними трудами больших людей, больших писателей, именно та любовь, которая заканчивается совершенно неоднозначно. Я имею в виду, начиная там от Шекспира и дальше... Совершенно верно. Вот, на мой взгляд, на такие элементарные вещи надо больше обращать внимание. Потому что мы в поисках каких-то больших глобальных процессов не замечаем совершенно элементарные вещи рядом. А они рядом. Вы очень точно сказали, что именно этот фильм интересен тем, что это фильм о счастливой любви. Это редчайший случай вообще. О счастливой любви-то мало делают произведения искусства. О счастливой любви его смотреть интересно. При этом драма, да. При этом с половиной у тебя там какие-то... Очерняется перед глазами великолепный Роберт Редфорд. Когда я посмотрел первую часть этой картины, первая мысль была в следующем. Неужели режиссер ошибся, поставив по касту Роберта Редфорда, абсолютно положительного героя, как совершенно отрицательного? Как так? Вот зачем? Если он хочет, чтобы мы не любили этого человека, он, наверное, должен был поставить туда какого-нибудь меня, да, не Роберта Редфорда. Но тут получается, что совершенно вот в конце выруливает очень логично, правильно и хорошо. Не знаю, вот у меня такое легкое ощущение. Вообще легкое ощущение гораздо сложнее удается создавать, чем делать так, чтобы люди заплакали. Большинство людей, которые здесь сидели как раз, они, многие, по крайней мере, с кем мы говорили о любви, не верят в то, что любовь может длиться. А я всегда с ними спорю. Мне кажется, что вот с вами мне спорить не нужно. Что вы как раз редкий мой союзник в этом смысле. Вы верите. Дай бог, конечно. В вечную любовь. Я живу в этой любви и верю в эту любовь, безусловно. Я живу в этой любви и верю в этой любовь, безусловно. Я живу в этой любви и верю в этой любовь, безусловно.